Гулерибшский район 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 сообща. Развитию туризма руководство района уделяет огромное внимание. У нас береговая полоса занимает 18 гектаров. Здесь располагалось около 20 сфер отдыха, это имеется в виду и дома отдыха, и гостиницы, и детско-оздоровительные комплексы были. На сегодняшний день ни один из них не действует. Буквально в первых числах июня мы будем открывать первый дом отдыха в Гулибском районе. Буквально на днях мы завершили переговоры по самому большому нашему санаторию, это Гудзерский санаторий. Все переговоры завершены, достигнуто взаимопонимание. Я жду буквально на этой неделе, что они приедут, и мы будем с ними подписывать договор. Сейчас у нас договоренность такая, что они будут поэтапно делать, и мы ежемесячно будем контролировать все эти процессы. Договоренность есть с китайцами, будут, скорее всего, будут они задействованы тоже у нас, будут санаторий из Мецкова, площадью 55 гектаров, это огромный санаторий, огромный комплекс был, они его будут восстанавливать в первозданном виде. Там пока идут только переговоры, пока еще не достигнуто окончательное решение, в отличие от санатория в Абудзерах. Наш ближайший партнер в России, других у нас не... Соседей много у нас есть, но доброжелательных, к сожалению, не так уж много. Вот то, что произошло во всем мире, сейчас русский турист опасается ездить куда-то, независимо от того, куда бы ни ехать. В Париже ездить опасно стало, в Грецию опасно стало, в Турцию в разы стало опаснее ездить. Ну, все остальные страны, где происходят вот эти события, наверняка здравомыслящие российские туристы туда уже ездят, перестанут. Мало того, все же нас объединяет бывший Советский Союз, мы говорим на одном языке, думаем одинаково, как-то ностальгия есть какая-то, по крайней мере, то, что я знаю всех, кто занимается частным туристическим бизнесом, у всех до конца сентября нет ни одной койки свободной. Нельзя было не обсудить и знаменитое Кадорское ущелье, на которое строятся большие планы. Но пока улучшений не происходит, ни в количестве населения, ни в развитии этого направления. Для меня наибольшую перспективу, мне кажется, представляет Ажара. Это сегодня удаленно и далеко в горах находится. Если там пройдет когда-нибудь трасса на Северный Кавказ, очень сложно туда добираться. Потому там из года в год население уменьшается. Я имею в виду суванское население, которое там проживает. Ну, уменьшается там и не только по причине дороги, потому что я так представляю себе, что они себя не видят в абхазском государстве, не считают себя гражданами Абхазии. На мой взгляд, они постоянно смотрят в сторону Грузии. Если была бы такая возможность, вообще на той территории должны жить абхазцы, должны массово жить там абхазцы. Это мы сами выходцы с гор. Я понимаю, здесь условия немножко сложнее, чем здесь, наверное. Но есть люди, которые любят горы, любят эту жизнь. Там скотоводством они занимаются, пчеловодством занимаются. Туристов вообще туда запрещено подниматься, потому что там небезопасно. Мы пока еще не определились с территорией, что она из себя будет представлять. То ли заповедник будет, то ли парк там будет. Когда определяться, тогда, наверное, уже просто вот так вот взять турист, разрешить туда ездить. И ездить, ну, частник какой-то подобрал и просто поехал. Территория Ажары, Кадурского ущелья, нравится в разы больше. Другое дело, что Рица, она освоена и везде доступна. Люди могут прийти, посмотреть. Здесь есть места, ближайшие даже места, где не то что многие, практически люди еще не бывали. Там такие красоты открываются. Потом, на мой взгляд, не знаю, мне так кажется, что пока человек не дойдет, все оно красивее. Вот как только человек появляется вокруг, оно немножко теряет свое самобыть на свою красоту. И лучше бы, чтобы нашим поколениям, детям досталось, ну, чтобы там пешие пока были походы. Там огромный пласт для туристического бизнеса. Я думаю, он будет задействован и наверняка будет давать львиную долю доходов. Передвигаясь по окрестностям, мы общались с местными жителями, которые отмечают видимые изменения района к лучшему. Но изменились пока не все улицы. Есть еще большой объем работы, который планирует провести руководство района. Будем надеяться, что через год результат работы будет удовлетворять всех местных жителей, которые готовы помогать в наведении порядка на улицах и пляжах Гульрибшского района. Будет все Абхазии развиваться и будут эти селы развиваться. Не будет развития. Они будут параллельно идти с развитием всей страны. Редактор субтитров А.Семкин